пятница субботы хочу вечером поставить чтобы завтра утром встать и и испечь мне нужно кружка воды 10 грамм дрожжей ложка соли сахара не будет масла не будет но хочу добавить одно яйцо даже интересно какой получится по вкусу хлеб выливаю сюда воду растворяю дрожжи растворила теперь сюда одно яйцо в эту смесь 3 стакана муки 1 2 стакан стаканы без верха замешиваю тесто жидкость и муку беру одинаковых кружках стаканах не знаю неважно емкости должно быть все одинаково и замешиваю тесто когда мука стаканы без верха то добавлять ничего не надо нормально замешивается тесто и когда жидкость ровно по прям вот по горлышко выведены тогда все хорошо замешивается соединяю весь комок соединил и закрываем крышечкой и оставляем минут на 15 муку использовала белонежную неплохая мука она белая по виду красивая хотя это высший сорт это не экстра но красивое тесто получается и сейчас одну в москве по 97 рублей в ашане первый стакан был французская штучка но французская штучка это вот супер мне правда иногда можно купить и бывает такой немножко сыр сырой запах вот эта мука мне нравится в коробочку и на верхнюю полочку недели две точно простоя постояло тесто теперь вымешиваю хорошо все когда постоит легко вымесила тесто в коробочку закрываю крышечку минут 10-15 стоит здесь а потом убираю в холодильнику сейчас 8 часов вечера завтра утром встану у меня хлеб поднимется не испеку вот так выглядит тесто ночью простоявший в холодильнике вынулась холодильника сейчас оно постоит мне сейчас здесь дойдет тесто подошло емкость масло наливаем емкость в какой буду делать клену растительного масла это моя сковородка с сотами она со съемной ручкой в ней хорошо запекать форма хорошая получать присыпаю дону кунжутом идеальная присыпка для того чтобы не пригорал пирог любую вниз форма если вдруг вас пригорает присыпать кунжут вкусно или любыми орехами или маком но все огонь получается так тесто моё готово отставляю в сторону включая духовку присыпаю стол мукой и раскатываю блинчики накатала теперь масло обмакнуть в масле и выложить следующую можно не обмакивать и через одну обмакиваю в масле и выкладываю так разложила ровненько ровненько колечком хлеб не двигаю закрываю пленочкой чем-нибудь и даю подняться этого батончика нам получила тоже прикрою крышечкой чтобы не обветрился а то когда обветривается сильно запекается и тогда он сбоку трескается прошло минут наверное 45 разогреваю духовку и в духовку отправляю кстати можно помазать можно не мазать и батончики мои тоже поднялись все таки решила нанести желток один для чего наносят вообще такую глазури на хлеб вообще на изделие на кондитерские дрожжевые для того чтобы не сохло дольше но в то же время это более опасная такая штука она быстрее поджарится чем весь хлеб вот это верхняя помазка поэтому никогда не ставлю большую температуру 180 градусов тогда успеет хлеб испечься и это не сгорит глазурь так все в духовку можно слоновые ушки подниматься виноград а он кислый что с ним делать выкидывать нет но те которые подпорчены конечно вытянуть остальное упадет салат помидоры для цвета оливковое масло полить салат перемешать для особенности можно бальзамического уксуса добавить можно немножко манго добавить если есть и получается из винограда офигенный салат такой красивый хлеб у меня вышел сразу вынимаю из формы он быстро вынится почему потому что чтобы он не отсырел переворачиваем красота получился ох мой хлеб слоновые ушки горячий горячий очень горячий но он прям кусочками мякоть очень нежная надо дать остыть и все вот так отделяется каждый прям кусочками нарезанный вот такой хлеб я еще добавил кусочки манго сладком и получается сочетание помидор сладкое кислое соленое очень вкусный салат с луком поэтому никогда не выкидывайте вайт манго кислородные сочетания именно для салата и кусочек хлеба и салат что еще надо вот хлеб испеченный таким способом получается очень нежный очень мягкий мякиш и хрустящая корочка такая с кунжутом причем яйцо абсолютно не чувствуется в хлебе в ботанчика подоспели они идут в морозилку прямо пакую сейчас и все все